Аграрии регионы уже завершили сбор озимых культур и приступили к уборке урожая яровых. В этом году, по словам предпринимателей, погода благоприятствовала хорошему урожаю. Сейчас в среднем. С одного гектара они собирают в среднем 10 центнеров пшеницы. В Уральске насчитывается 25 крестьянских хозяйств, которые занимаются посевом яровых и озимых культур. Крестьянское хозяйство Аграрлы Казмет занимается растениеводством уже 6 лет. Общая площадь посевных здесь составляет порядка 3000 гектар. Аграрии Уральска уже приступили к уборке яровых культур. В этом году им удалось собрать порядка 1000 тонн озимой пшеницы. В этом году, по словам главкрестьянских хозяйств, урожай они собирают очень неплохой. В этом году они посеяли ячмень, пшеницу и сафлор. Пшеница порядка 1000 гектар. В текущем году сильной засухи не было, поэтому Аграрий собрал с одного гектара 8 центнеров ячменя. А что касается пшеницы яровой, то здесь показатель выше прошлогоднего. В среднем на новом поле собирают от 10 до 15 центнеров с гектара. Постоянными рабочими местами здесь обеспечены 10 человек. В сезон работают еще 25. Погодные условия в этом году хорошие, то есть под налив дал, дождь, дождь у нас в этом году неплохие. Качество зерна, будем говорить, что положительное, удовлетворительное. Мы будем создавать такие хлебоприемные пункты, как Желайский элеватор, Пойминский и Растачинский. Общая пассивная площадь в Уральске в этом году составила 20,5 тысяч гектаров. Это с учетом озимых и многолетних трав. Все крестьянские хозяйства уже приступили к уборке яровых культур. Сейчас ведется также активная работа по увеличению площадей под посев пшеницы и ячменя. Ожидаем, что в течение 20 дней мы урожай весь соберем. Крестьянские хозяйства уже как бы с ответственностью более подошли. Заранее были закуплены новая техника при поддержке государства. Это государственная программа, которая реализуется в нашем регионе. Кроме того, выделено около 500 тонн удешевленных горючих смачных материалов. В планах у крестьянского хозяйства расширяться и взять в аренду новые поля, где будут также выращивать озимые яровые культуры. Кроме того, планируется дальнейшее обновление техники при помощи государственной поддержки. Юлия Мутылова, Айбек Сагангалиев, Дастан Уразбаев, телеканал Акжаик.